Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Мне безумно приятно. С вами Айка Эмили. И сегодняшнее видео, как вы уже понимаете, это будет мукпанг. У нас чечевичный суп. Давно у нас разных супчиков не было. Такой жиденький и получился. Готовила его мама. Дальше здесь грейпфрут. Полезный фруктик, который, когда я первый раз попробовала, я подумала, блин, что за гадость. Но сейчас обожаю просто. Дальше жареная курица, точнее крылышки курицы. Очень люблю курицу. Когда заказываю себе шаурму, всегда стараюсь брать с курицы. Я вообще говядину, баранину не так сильно люблю, как именно куриное мясо. У меня в детстве была любимая курица. Прикиньте, я ее вырастила со времен, когда она еще была цыпленком. А потом мы ее съели. Как это грустно звучит, но да ладно. Вкуснотища. Какой острый. Очень интересный вопрос нашла под прошлым видео. Актуальный достаточно. Задает его Айка Исмайлова. У меня вопрос, заставляют ли вас делать вакцину. В России уже начали отказывать медпомощи без паспорта о вакцине. Также начали делить людей. Тем, кто привит, все и везде открыто. А тем, кто нет, даже грозят увольнять. Как у нас ситуация обстоит? Я так поняла, что подписчица пишет именно из России. Сказать, что я против вакцинации, я не могу, потому что это будет неправда. У нас тоже самая система, что и у вас. То есть, если ты хочешь, например, пойти в спортзал, и у тебя нету паспорта о вакцинации, ты не можешь пойти. То есть, как бы, вроде как говорят, что это все добровольно, но на самом деле нет. Либо ты не делаешь вакцину и сидишь постоянно просто дома. Либо делаешь и везде ходишь. Но у меня очень много знакомых сделали вакцину и прекрасно себя чувствуют просто. Начиная от отца моего парня, заканчивая, не знаю, всеми родственниками. Конечно, говорят, что все-таки это все проявляется не сразу. То есть, возможно, сейчас все чувствуют себя хорошо, но потом это приводит к бесплодию или еще что-то. Я считаю, что если вам суждено умереть или суждено не иметь детей, то оно так и будет. Я не против вакцины. У меня на глазах умер наш родственник от коронавируса. Есть другой родственник, который болел, потратил кучу денег и чуть не погиб. То есть, если бы этой болезни не было, то бы с моими этими знакомыми все это бы не произошло. Я помню, когда только началась волна коронавируса, все просто молили всех этих биологов, химиков, чтобы изобрели вакцину. А сейчас никто не хочет делать. Некоторые просто снимают видео, дабы набрать подписчиков, набрать аудиторию и начинают хаять вакцину и все дела. Я не химик, я не биолог, я в этом не разбираюсь, я не врач в конце концов. Но передо мной просто куча примеров, кто сделал. У нас очень много кто сделал. И действительно, сейчас заражаются коронавирусом в день просто минимум человек. Такого никогда не было, хотя везде все открыто. Возможно, потому что лето. Я сама не делала вакцину. Могу объяснить, почему. Ее надо делать в поликлинике по месту прописки. Я прописана в хачмазе. И у нас деревня, в которой я родилась, там 95% людей все сделали вакцину. Никто ни на что не жалуется. Мне кажется, если ты скептик, возможно, ты просто какие-то свои проблемы со здоровьем просто связываешь с этой вакциной. Короче, не знаю. У нас та же самая тема. Хочешь идти в спортзал, скоро, наверное, и салоны красоты, и рестораны тоже везде будут пускать по этому паспорту. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, я не права. Возможно, у вас есть, например, наглядный пример того, как кто-то сделал, и какие-то конкретные проблемы со здоровьем. Просто меня немного раздражает тот момент, что все говорят, что вакцина добровольная. И при этом на работу, например, не приходи, если ты не сделал вакцину. Ну, как это добровольная тогда? Тогда мне не работать в салоны, не ходить, в спортзалы тоже. То есть как-то... Но добровольно не попахивает. Но есть родственница... Она химик. Она тоже сделала. И ничего, сделала уже давно. Кто-то там утверждает о том, что государство хочет, что все человечество умерло, и мы потихоньку все будем умирать. Я в это, я, честно, не очень верю, потому что... Мне кажется, с каждым днем, например, лет через 100, может, 150, население планеты... Ну, это просто мои чистые убеждения. Мне кажется, людей будет очень-очень мало. Могу объяснить, почему. То же самое ЛГБТ. Гомосексуализм. Чайлдфри. Мне кажется, люди все меньше и меньше хотят иметь детей. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но когда я общаюсь, например, с подростками... Многие из них, ну, прям, не хотят совсем детей, не хотят забот, хотят жить для себя. Не брать ответственность ни за что. То есть вот... Что лет через, например, 100-150 резко уменьшится численность населения. Например, два человека создают семью и рожают одного ребенка. Это уже приводит к тому, что численность населения уменьшается в два раза. Опять же, примеры беру из своего окружения. У меня очень много знакомых пар, у которых всего один ребенок. Например, возьмем мою подругу Жали. У нее один ребенок, и она считает, что лучше я как бы обеспечу полностью и всем своего одного ребенка. Я тоже хочу только одного. Даже вот в России, смотрю... Там что-то материнские капиталы, все дела, государство как только не старается, но люди все равно рожают одного. Ну, многие, так скажем, да. Учитывая, что очень много еще геев, лесбиянок, ЛГБТ-представителей, да, так назовем их. Чайлдфри. Люди, которые не любят детей. Я их вообще не осуждаю в какой-то степени, даже понимаю и поддерживаю. Потому что, конечно, да, дети — это цветы жизни. Но смотря какие. У нас, например, есть сосед. У него несколько детей, и все какие-то непутевые. Один наркоман все дома продал. Короче, сплошные проблемы у этого мужчины со своего детьми. То есть, абсолютно, то есть, я не осуждаю. Я не понимаю, когда мамочки с детьми в комментариях сидят и начинают оскорблять людей, которые не хотят детей. Это выбор каждого человека. Если, например, я хочу всего одного ребенка, например, в 35, например, как я хочу, да. Если я сейчас не чувствую себя готовой. Увидев эти комментарии, возможно, я подумаю, нет, я все-таки не права, надо родить. А потом, будет ли счастлив ребенок в семье, где его не хотели. Или, например, человек, который не хотел ребенка, но вынужден был его родить из-за мнения окружающих. Так что, давить на таких людей нельзя. Я, например, люблю детей. Я вообще изучала этот вопрос, прям так глубоко, так скажем. Читала литературу про это. Говорят, что child free бывает двух видов. Кто-то вообще ненавидит детей, не переносит просто их. А есть те, кто любят детей, но просто не хотят в своей жизни себя как бы обременять этим всем. У людей мнение меняется. Например, Ксения Собчак ненавидела детей, но сейчас у нее уже есть ребенок. Как вкусно. Так что вакцину, когда я поеду в августе в деревню, поеду в город, в хачмаз, и там сделаю себе вакцину обязательно. Например, мой брат перенес коронавирус. И он говорил, что это необычный как бы грипп. И представьте, он уже переболел полгода как. До сих пор он говорит, что я не могу дышать полной грудью. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Пока.